Всем шана тува, ом и тукан. И сегодня у нас ползгидалья, но мы все и болим, продолжаем учиться, не ослабляемся, зародились энергией срошищена на целый год. Теперь нас не оставит эта энергия. Мы находимся в качестве чистота, 11 глава, в наших ксерокопиях это 8 страница, в самом низу ненависть и мстительность. А вот уже читали? Да, нужно чуть-чуть, еще некоторые нюансы объяснить, я вас с вопросом оставил. Нет? Мы говорили только про то, что это качество очень свойственно. Не только человеку, а в частности той культуре, с которой мы вышли, русская, украинская, то есть постсоветская культура, она очень мстительная и злопамятная. Люди в семьях помнят друг другу зло, люди мстят, я тебе еще покажу, я тебе научу и так далее. Вообще много воспитаний в нашем, чтобы обратить внимание, оно построено было на месте, на ненависти. Мы видели, что в Турии есть два запрета. Один это мстить. Ло тиком и ло титор. Некама. Вместе это когда я человеку делаю так же, как он мне сделал. Хочу восстановить справедливость своими силами. А титор это когда я не делаю ему, как он мне сделал, но я ему напоминаю. Например, я у него пришел, отложил пылесос, он мне сказал, что нет пылесос, у него был пылесос, я знаю, что у него есть пылесос. Потом он пришел ко мне, подожил пылесос, я ему говорю, вот бери пылесос, я не как ты, я так не делаю. Помнишь, ты мне не дал? Я вот даю, смотри. Это называется злоприятория натира. То есть, хранить в сердце зло. То есть, когда это зло, оно проявляется, это уже месть называется, некама. Есть натира, когда зло не проявляется в поступке, а оно проявляется в том, что ты человеку вспоминаешь эту вещь. Плюс есть отдельный запрет ненавидеть брата в сердце. Поэтому здесь написано, что ненависть и мстительность – качества, которых трудно избежать недалекому. Почему недалекому? Недалекому человеческому сердцу. Аляфа Гутталь. Как бы сердце, которое соблазняется, да? Недалекому человеческому сердцу. И человек очень чувствительный к оскорблениям и сильно от них страдает. Почему? Потому что мы с вами учили, мы находимся сейчас в серии изобретов Торы, которые Рамхар выстраивают один за другим, где открывается нам божественная мудрость, что человек он создал не как существо отдельное, частная личность, а он создал существо социальное, находящееся в обществе. Это значит, что не просто он там находится и живет, ему выгодно, там удобно, а часть его личности находится в руках других людей, часть личности других людей находится у него в руке, в руках. Поэтому на этом можно иногда человеку играть, который нам это запрещает, к примеру, да, как мы учили, там, человек обижает кого-то, да, но использует то, унижает кого-то то, что его почет находится в моих руках, часть его, да, он меня знает, от меня зависит, я сейчас и позорю его, то есть я использую ту часть его самооценки, которая находится в моих руках, да, и если человек слабый, то это его сильно ранит, если человек не слабый, то это его ранит, но меньше. И другие запреты, которые мы форумиальны в прошлых уроках, да, где люди, хевра, ноябрите, да, общественно видят это хевра, от слова, это корень хет бейтреш, это хибур, соединение, да, они соединены, как разные части, как разные части соединяются, есть какие-то, такие, да, эти, ты хочешь два дерева склеить, так, да, там, есть какие выступы, да, когда ты соединяешь их и клеем, то есть часть вас входит меня, часть меня входит вас, да, а большинство не вошло, но часть, да, поэтому и здесь человек ощущает, а месть для него сладче меда, ибо лишь она умитворяет его, почему? Потому что люди близкие, есть какая-то любовь, взаимоотношения друг к другу, и когда человек меня опозорил, меня обидел, то часть этого человека находится как бы во мне, да, свою любовь к нему, свое отношение к нему, они оценили таким образом, что часть его находится во мне, ведь на самом деле я сказал мне какое-то слово, я сделал какое-то действие, нужно было, позднился мне две секунды, я ставил, правильно? Почему это остается в сердце, почему это человек там сидит, оно там варится, набухает такие дрожжи, потому что мы сказали, что мы соединены, и часть его находится во мне, я его люблю, на всякие отношения, да, симпатия, дружеские отношения, мы какие-то связаны, и часть его находится во мне, когда он меня сделал что-то нехорошее, он неизил, там, скорбил, поступил, то так как его часть до сих пор находится во мне, то это не одноразовое действие, а пока его часть находится во мне, меня все время изнутри ест, он как бы все время меня обижает. Он сказал слово, но так как он не внешний, он не вне меня на самом деле, другой человек, а часть его находится во мне, в моей личности, да, мы взаимосвязаны, то та часть, которая от него находится во мне, она все время во мне находится. Поэтому я все время это помню, поэтому мне все это болит, это не он одно слово сказал, он все время так говорит. Я вспоминаю эту фразу, и он все время мне это говорит, допустим, сказал мне осел. Я это слышу каждую секунду. Почему? Потому что часть его находится во мне. Я все время это слышу. Человек может это вынести. Один раз он сказал осел, он развернулся и ушел. Но так как мы взаимосвязаны, соединены, и часть от него находится в моей личности, то я все время это слышу. Потому что мы какие-то, если там другой кого-то человек сказал, то я не знаю его, ничего не храню. Но так как мы взаимосвязаны, ненависть между людьми, близкими обычно, не обязательно близкие родственники, там или муж, жена, это могут быть сотрудники, какая-то есть связь постоянно. Получается, все время его слова меня унижают, все время его слова меня ранят. Какое решение может быть этому, если часть его находится во мне, и поэтому все время то слово, которое он сказал, во мне, и оно все время возвращается. Такое чувство, да, человек возвращается. Мысли, слова, слово такое, даже если мы его в эту секунду поговорим с ним, то мы скажем, что ты чувствуешь. Один скажет, я чувствую, быстро бьется сердце, да. Уже человека это нет, уже две недели прошло. Но как только он вспоминает про эту ситуацию, он снова возвращается за чувствами. Одно быстро бьется сердце, только чувствует жар в груди, третий чувствует прилив крови к лицу, что-то там руки трясутся или холодили. То есть, он все время во мне находится. Какое может быть решение этому поступку, этой ситуации? Какое может быть решение этой ситуации? Как мне это чувствуется? Ведь пока я с ним взаимосвязан, все время его слова находятся во мне. Так как его лично все время находится во мне. Как мне решить эту проблему? Вытолкнуть. Мне нужно от него отключиться, отсечь себя от него. Я должен сделать какое-то действие, которое покажет, что между нами уже нет любви, нет взаимосвязи, нет симпатии, нет дружбы, нет никакого как бы чего нас соединяет. Что это за действие будет? Какое действие? Месть. Это то, что делает месть. Месть. Почему человек идет на месть? Да, потому что все время человек сказал какую-то фразу, и она все время говорит. her поступок и она все время возвращается во мне, я все время вспоминаю. Ем И меня это все время у меня бьет, все время меня это ранит его слова. Потому что мы взаимосвязаны. Так как часть меня находится у него, поэтому я могу его унизить. Так и наоборот, часть его находится во мне. Пока она во мне и его часть находится, она все время меня изучает. Я все время слышу эти слова. Как я это делаю? Я человек не могу это нести. Поэтому, говорит, а месть для него слаще меда. Ибо лишь она умиротворяет его. Почему она его умиротворяет? Почему она его успокаивает? Потому что местью, во-первых, человек во внешнем проявлении хочет восстановить справедливость. А ты мне, я тебе. Меда за меру. Мера за меру. Да, есть такое понятное правило. Хочет восстановить справедливость. Он чувствует, что его несправедливо подошли, неправильно. Я ему всем сердце, а он ко мне так повернулся и так далее. И он хочет восстановить справедливость. Более глубоко он хочет отключить, выкорчивать из себя, отрезать из себя эту часть того человека, который у меня находится. Я хочу это убрать от себя. Я делаю поступок, который отрезает нас. Я делаю поступок, который явно проявляет мое намерение злое к нему, а не доброе. И таким образом человек успокаивается. Он чувствует, что все, я ему такая зараза сделал. Отключил себя от него. Я его выкорчевал из себя. Теперь он вовне не находится. Теперь я не слышу эти слова. Теперь все во внешнем более проявлению, на более внешнем уровне. Он чувствует какую-то справедливость. Да, поэтому написано месть для него слаще меда, потому что она его умовлетворяет, так он себя успокаивает, поэтому если он окажется в силах оставить то, что к нему вынуждает его природа, почему это природа наша, что ненависть наша природа? Природа имеет ввиду, что мы сказали, что природа, что мы взаимосвязаны, что мы соединены и это наша природа, поэтому природа меня не нуждает, так, как мы взаимосвязаны, и часть другого человека находится во мне, и когда он меня ранил, то он все время меня у меня ранен, потому что частьикитель него, поэтому по своей природе я не могу постоянно находиться в случае, в jegiый времени patients. кто-то стоит вам, самый близкий человек, говорит вам там, ты там ничего не стоишь, ты ничего не стоишь. Сколько человек может это слышать? Поэтому природа его, то есть то, что мы соединены, вынуждает его отсоединиться, отключиться. Поступок мести – это то, что отключает. Но Всевышний говорит, тебе нельзя это делать. Почему нельзя? И обратите внимание, здесь нет критики к тому, что я чувствую это. Почему нет критики к тому, что я это чувствую? Потому что это нормально, потому что это здесь природа, это здесь вот так священно создало, что мы взаимосвязаны. Часть у меня находится в вас, сейчас вас находится во мне. Да, поэтому понятно, что когда есть любовь, комплименты, поддержка, взаимосвязь какая-то, доверие, верность, то понятно, что мы очень получаем это большое удовольствие, когда кто-то нам говорит приятное слово, да? Вот он сказал мне приятное слово. Ой, ты сегодня так утром она встала. Молодец. Почему меня это подбадривает? Потому что часть у меня находится у него. Я вижу, что он ценит эту часть. То, что находится его в руках, он хочет через эту часть, которая в нем находится, меня, да, усилить, укрепить мою личность, мой дух. Он это использует. Поэтому комплименты, они так приятные, да, слова любви, там, дружбы, поддержки, они очень помогают. Да, как мы видим, к примеру, что человек, когда сидит травм на неделе, 7 травм на неделе, его приходят близкие, знакомые, родственники его навещать, да, ленахэм, да, и как это ему это помогает? Потому что действительно часть его находится в руках других людей, они приходят и забирают, берут на себя часть боли, да, и с другой стороны усиливает этого человека через то, что часть его личности находится в них руках. Поэтому это и нормальное, что есть эти чувства, ощущения. Проблема, что, что, когда меня ранят, то я не только чувствую, то я прихожу к действию. И вот это Тора запрещает. Тора не говорит тебе, будь камень, пожалуйста, будь бесчувственной, ничего не чувствуй. Поэтому я думаю, что это неверный путь исправления, когда человек пытается сказать себе, все, ничего не чувствую, меня ничего не помню, и так далее. Ты чувствуешь, ты помнишь, да, вопрос, как это решать. Обычно ты находишь этот путь через зло, что я сделаю зло, я отключусь от тебя, я сделаю какой-то поступок, я хочу восстановить добро первых, своими руками, все еще говорит ему, ты не восстанавливаешь в мире добро, ты не судья. Есть в мире судья, ты не судья. Вторая вещь, ты не отключаешь себя от других людей, это не решение проблемы. Отключиться, да, отомстить, прервать связь, это не решение проблемы. Вроде, может вам это знакомо, это и всем происходит, когда, скажем, ребенок в каком-то возрасте говорит о том очень, как сказать, недостойно по отношению к родителям, ссорится с ним и так далее. То очень часто, опять-таки, я думаю, что в русской культуре это больше как бы подчеркивается, да, есть это самое решение какое, не разговаривать, правильно? Знакомо вам это решение? Не разговаривать. Это не просто не разговаривать, не разговаривать, пока ребенок не сломается и не решит, там, скажем, просить прощения. Это может длиться, в зависимости от личности ребенка, может длиться день, два, три, неделю. Бывает такое? Бывает, есть люди такие. Да, когда люди потом вырастают, то и ребенок уже не ребенок, это может, прервание связи может длиться месяц и годы, потому что он уже не готов ломаться и так далее. Поэтому здесь на родителе лежит большая ответственность научить ребенка путям к шувы, потому что, с одной стороны, у ребенка ему страшно, ему тяжело брать ответственность, он стесняется, чувствует, что если он идет первый, то он ломается, то его личность ничего не стоит, и в зависимости, если его родители много любят и много это проявляют, то обычно ребенку легче. Но если отношения не такие хорошие, много критики, то зачастую дети из-за этой причины не готовы, потому что если он еще признает, что он не прав, то вообще как бы он так все время слышит, что у него две руки левые, и не с того места вылезли руки, и ноги растут вообще, и чем он думает, и так далее. Такие выражения хорошие на русском языке. Если он еще будет первым просить прощения, то вообще он ничего не стоит, он сам подтверждает, что ничего не стоит. Поэтому и вообще в данной ситуации, да, родитель должен показать и ребенку пример, показать, что он его любит даже в этой ситуации, что его любовь абсолютно, что любовь его безгранична. Она не может проявиться, я не могу сейчас тебя обнять, поцеловать, потому что ты, к сожалению, себя так ведешь. И мне больно из-за того, что эти блюда, то есть я даже в этой ситуации, как мы сейчас слихот просим, да, Священок и Блина, как говорим про слихот, но одна из этих слихот как раз подчеркнуть, что даже в состоянии преступления мы угодны Всевышнему, да, что мы так себя вели и так все нагрешили, но ты нас помнишь, ты нас любишь, ты нас избрал, не оставляй нас и так далее. То есть этот же путь мы должны проявить по отношению к детям, чтобы у них было такое ощущение связи с Богом, так и мы должны проявить, да, поэтому мы не прерываем связь, наоборот, мы зовем ребенка там, да, и первыми уходим на связь и говорим об этом и так далее. Конечно же этим мы не позволяем себе нарушиться при этой торе мести, ненависти в сердце, мести, натира это, да, и так далее. То есть, наоборот, мы показываем, что выход, он не отключение связи с другим человеком, а разговор. Можно говорить о своих чувствах. Это целая тема, это не сейчас наша тема станет. Тем не менее, Тора нам говорит эти три запрета. Есть запреты. Ненавидь брата в сердце, не мсти и не храни зло. Храни зло, имеется в виду, когда я делаю ему добро, но я говорю ему, напоминаю, что ты так себя не вел. Да, Тора говорит мне то, что ты чувствуешь, что ты нормально, ты не ангел. Сейчас это будет говорить Рамхаль про ангелов, да. Ты человек, ты взаимосвязан, я тебя так создал, говорит, сегодня, что ты живешь в обществе. Ваши чувства, ваши взаимоотношения, они взаимосвязаны. Часть у тебя находится в нем, часть в нем у тебя. Но я не позволяю тебе две вещи. Первая, ты не судья, ты не санедренный, не Бог, чтобы решить, воздавать человеку меру за меру. Вторая вещь, отключить связь с тем, что ты совершишь в отношении этого человека плохой поступок, это не решение проблемы. Я создал вас, чтобы вы были взаимосвязаны. Произошла поломка. Как сказать на русский баг? Есть такое слово. В русском тоже говорят баг? Баг. Да, произошел баг в системе такой, да. Какая-то там, что-то не сработало. Люди вместо быть, чтобы были в шаломе и любви, стали в ненависти. И это проблема. Какое решение? Разорвем вообще связь. Какое же это решение? Всевышний наоборот устроил мы, чтобы были взаимосвязаны. Поэтому мы должны преодолеть это чувство. Не отменить его. Оно есть у нас. Иногда мы должны про него говорить. К примеру, ты можешь сказать, мне очень болит в сердце то, что ты сделал. Я тебя люблю. Мы с тобой друзья знакомы. Я ценю твое мнение. Твоя оценка влияет на мою самооценку и так далее. И знай, поэтому ты меня очень нравил своими словами. Обычно, когда общество такое, все наглецы, подколки все время, то, конечно, человек так говорить не может. Но если есть общество, как Мохон Мери, где сделают чуву, учатся приближаться, когда здоровая атмосфера в семье, то родитель чувствует абсолютно нормально, что можно сказать своему ребенку, что твои слова меня очень ранили. Я хочу, чтобы ты это знал. И я не хочу, чтобы это длилось еще час, два и три. Вообще, я советую в скобках правила такое. Это очень тяжело исполнить, опять-таки, для человека в нашей культуре. Но нет такого, что пошли спать и не поговорили. Может быть, не начали обниматься, целоваться. Вместо того, чтобы поговорили, объяснили, сказали о том, что вас ранило и так далее. Ни с соседом по комнате, ни с детьми тем более. Потому что дети идут спать в таком ощущении, во время сна, говорят психологи, все чувства в тысячу раз усиливаются. Если он ушел спать в состоянии, что на него злились, его наругали и так далее. Он нелюбим, он почувствовал, ему может полагаться какая-то, да, с бучкой и так далее. Но после этого нужно прийти и сказать ему, я тебя люблю, спокойной ночи. То, что было, нужно еще об этом думать, исправить и так далее. Я очень хочу его поцеловать, потому что он был очень наглый. И поэтому из того поведения я не могу себе проявить чувства, которые я очень хочу проявить, но не могу. Я жду, чтобы там... Не такое, что ты ушел спать, как бы, да, и мы его там отсекли. Или мы с женой ушли спать и не поговорили, да, или там... Человек действительно по комнате, да, пошел спать ночью и так оставил. Во время сна все эти чувства, как хамец, да, они возбухают. Человек встановится утром уже с ненавистью. Поэтому, да, мой совет найти силы и не оставлять это. И поэтому здесь примеры от Всевышнего. Учим примеры к себе, да, что Всевышний проявляет свою злость. Написано в той много раз. Харапо, да. Ахарапо это... Аф это... Нос, да, когда человек злится, у него ходит такой... Да, такие острые отвазы. Такое... Навидите, это... Харапо. Да, там... И много есть выражений это самое. Мы их вспоминаем, вспоминаем их, читаем это... И сегодня в пост читаем отрывки истории, где... Упоминает, что Всевышний нас злится. Но сразу же Всевышний прощает, допоминает. Не сразу мы еще обнимаемся с ним, да. Тем не менее, он нам... Мы выходим из этой ссоры с ощущением, что мы не изгнаны. Да, и мы в Галут уходим, и Шхина уходит с нами. То есть, да, нам полагается наказание, но Шхина с нами... Нет прерывания связи. Это абсолютная вещь. Связь между родителями, детьми, между мужем и женой, да, и так далее. Вещь абсолютная. Между человеком и человеком должно быть такое же ощущение. Поэтому, кто выросли в доме, в здоровой обстановке, он это же сможет и на улице, и во внешнем мире себя так вести, да. И он не со всеми соседями на палках таких, на иголках, как говорят, на иголках такой, да, и все. Сказа спросите, что там? Ну, в критических ситуациях даже самые сильные люди, они отходили, вот, как мы здесь сейчас разговариваем, ну, допустим, Авраама пошел, охота, Якова пошел от Исава, там не было до решения, это была критика, и они должны были отойти. О чем я это вспомнил? Я где-то читал в книжках про вот эти современные психологические проблемы у людей в обществе, хронические атаки, СВД и так далее, что желательно создавать дистанцию, когда у человека есть проблемы. У нас, действительно, Мудрисы говорят во время, когда человек злится, ему не говорят, успокойся, там, и так далее. Он сейчас злится, мы даем ему это время. И Всевышний говорит, Мудрисы, оставь меня сейчас, да, я сейчас злюсь, оставь меня. То есть есть это чувство, то есть нужно понять, что чувство Всевышнего, это чувство человека, нужно понять, что имеется в виду. Тем не менее, Торо, говорят Мудрисы, говорит на языке человека, и чтобы нам передать какое-то ощущение, то Тор описывает, что, как Всевышний говорит, Муше не сейчас, не время, да, и так далее. Поэтому, естественно, Мудрисы говорят человека, не утешают его время его злости. И когда мертвы перед ним, не говорят ему, ну что ты так горюешь, все от Бога, все к лучшему, пришел в мир душ, это же вся Ганеды, на самом деле смерть и добро. Но это все истина, но во время, когда человек чувствует, что это не так, ему истину сейчас не говорят. Поэтому мы не против того, чтобы сломать чувства. И нужно дать время этому. Но не может это длиться вечно, да. Не может, что через час, через два человек не находит сил и там решить сделать какой-то первый шаг, показать, может быть, еще не все будет хорошо, но показать, что мы не прервали связь. Мы продолжаем разговаривать, да, мы поссорились на этом уровне, не нашли общего языка, нужно эту тему еще поговорить. Завтра, потому что завтра, когда успокоимся, я сейчас не могу разговаривать на эту тему и все. Но если мы сейчас с женой, не знаю, должны решить, какой-то вопрос технический или еще какие-то вещи и так далее, продолжаем, то мы продолжаем общаться, говорим достойно, уважительно, все. Да, ты не должен сейчас заниматься, целоваться. Ты чувствуешь, ты так себя не чувствуешь, но нужно уметь разделять. Мы в этой точке не нашли общий язык. Есть много других точек, в которых мы находим много общего языка. У нас есть общие дети, общая жизнь, общие ценности, идеалы и так далее. Люди это, мы сейчас ходим в тему, да, но мы иногда ссоримся в этой точке и ее сразу на всю жизнь, да. А все время ты такой, а нужно эти фразы никогда не говорить общими фразами, нужно говорить конкретные вещи. Мы все время это на всю жизнь. Да, родители из ребенка в определенной точке не находят общего языка, там, может быть, он себя ведет, потому что мы себя неправильно ведем, может, мы его вынуждаем, может, мы его провоцируем. Слушайте, это многие сложные вопросы сейчас, не снять вопрос. Но взять и эту точку на всю жизнь раздуть? Нет. Да, вы помните ситуации, когда люди ссорятся, и они все, почему мы поссорились в этой ситуации, вот в этой точке, возле этой раковины мы нашли общего языка. Как это связано со всей нашей жизнью? Очень много других вещей, поэтому мы должны всегда себе научиться вспоминать сразу общие вещи, да. Мы живем общими идеалами, у нас есть общие стремления, моя жена мне верна, я ей верен, да, у нас ее общие дети, у нас есть, мы занимаемся селением земли Израиля, мы живем именно в Торе, у нас много есть общих ценностей, и много личников, и нюансов, да, и, знаете, она мне заботится, и, знаете, так поддерживает, и все, да, в этой точке нужно ее решить. Поэтому Всевышний говорит, чувство, то, что мы чувствуем, это беседа. Вопрос, что мы делаем с своими чувствами? Если мы даем чувствам волю, то, что называется, нет границ, они приходят в действие, мы отключаемся с помощью ненависти и мести, это плохо. Поэтому, если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа с одной стороны, преодолеет свои свойства и не возненавидит того, кто пробуждает в нем ненависть. Первое, не возненавидит, где в сердце. Второе, не отомстит ему, когда появится возможность, да, сделаем. И не припомнит ему зла. Три запрета здесь написаны, которые сейчас я подчеркну, да. На юбиле висит на Сина и Ком и Тор, да. На юбиле висит очень от вида, потому что это три слова, которые обозначают три вида запрета, связанные с злостью в сердце, да. Еще раз, первая вещь, да. Поэтому, если он окажется в силах оставить то, что к нему нуждает природа, преодолеет свои свойства и качества, да. И не возненавидит того, это ненависть в сердце напишите. Возненавидит в сердце, запрет не возненавидит брата своего в сердце. Как мы в сердце, у меня в сердце ненависть к брату? Говорит Трампом, как мы не нарушаем этот запрет Торы? То есть, смотрите внимание, он что-то мне сказал, у меня возникает в сердце ненависть. Что это на сердце в ненависть? Я уже начинаю в сердце думать про него плохие мысли, думать, как я ему отомщу, я вижу его только возле всего качества. Что я делаю? Я пытаюсь отключить нашу любовь, наши взаимоотношения, нашу дружбу, нашу симпатию между нами. Я нахожу в нем зло, чтобы как бы выкорчать его из себя. Торак говорит, не делай этого. Как я это не делаю? Говорит Трампом, нужно сказать этому человеку, ты мне сделал так-то и так-то, ты меня ранил и мне в сердце болит, и я хочу, чтобы ты знал это. Теперь опять-таки, если это общество, где люди обычно живут там эгоями и все, то это проявление слабости обычно, что ты так и так говоришь, а я тебе сделал больно, какое слово тебе именно ранило? Вот это, сейчас только ты его услышишь. Нужно знать, если живем с Иссавом, то должны уметь с Иссавом вести себя. Если мы живем в нормальной ситуации, нас окружает евреи, семья и так далее, то понятно, что наоборот такие слова, которые говорятся от чистого сердца, знай, что я тебя люблю, и знай, что твои слова меня очень ранили. Когда ты мне назвал, назвал меня так-то и сказал про мой там, какой-то поступок, отнесся таким образом, меня это очень ранит, и я все время об этом думаю. Я здесь в Махумейре об этом тренировался, здесь большой полигон, как-то один парень здесь повел себя очень, можно сказать, недостойно. Я как раз здесь был шаббат хатан, когда я женился, то есть такой шаббат хатан, когда родители приезжают жениха, невесты, делают такой шаббат вместе и все. И здесь я пришел в синагогу, здесь мы с папой и моей жены, с будущим тестем и так далее. И он пришел у нас и сказал, это мое место, пересядь и туда-сюда, и так что-то ввел себя так немножко, так дерзко и так далее. Потом пересели и все, но я чувствую, у меня в сердце, ты видишь, сижу, все знают, что у меня сейчас такое шаббат хатан, это же не миллион человек, все знают, когда у кого здесь шаббат хатан, и все, кицу. У меня сердце осталось. И чувствую, что я каждый раз вижу, что у меня что-то возгорает. Я сразу вспомнил этот забрет Тору, сразу вспомнил Трамбом, я пошел и сказал, ну, знай, ты себя так тогда в шаббат повел, это был в шаббат как раз шаббат хатан мой, я говорю, ты себя так повел, так сказал, мне это было очень неприятно, это унизительно было, я чувствую, что кажется, когда я вижу, и возникает в тебе как бы неприятное чувство. Баймет, он говорит, это был изритянин, да, он говорит, ва, я извини, что я себя так повел, даже как-то не заметил, и все, две секунды, все ушло. Вау. Вау.